Почти все игры вознаграждают вас за хорошую игру, но некоторые из них смеются над вами, когда у вас ничего не выходит. Всем привет, я Никитун и это 18 игр высмеявших слабых игроков. Приятного просмотра. Metal Gear Solid 5 известна тем, что стелс в ней всегда стоит во главе угла, но если вам он не дается, игра над вами посмеется. Если вас постоянно будут обнаруживать и убивать, то появится меню, в котором игра спросит, а не хотите ли вы надеть шапку цыпленка. В ней враги не смогут вас заметить, даже если вы встанете прямо перед ними, что сделает игру до смешного легкой, но проходить ее вам придется за цыпленка. Хотя здесь все не так прямолинейно, как в случае с секретным достижением в God of War, потому что в версии для PlayStation 3 постоянно умирать было нормой. Но если вы умирали примерно 10 раз подряд, игра решала вам помочь и спрашивала, не хотите ли вы уменьшить сложность. И не важно, что вы отвечали, потому что вот этот трофей вы получали в любом случае. Еще один классический пример это Crash Bandicoot Warped. Игра в свое время была очень популярна, поэтому фанаты были рады увидеть ее в составе трилогии ремейков. Но в схватке с одним боссом, Тигром Тайни, их ждало одно невероятное изменение. Слишком ленивые или не очень умелые игроки в оригинале могли пройти эту схватку, просто забившись в угол, в котором львы их достать не могли. Если десятки лет спустя вы играете в игру так же плохо, вы могли попробовать использовать данный трюк и в ремейке. На удивление он все еще работает, но теперь это не нравится зрителям, и в ответ они забросают вас сыром. В 2010 на PSP вышла Принни 2. Если вы не знаете о ней, Принни это такая скромная франшиза платформеров, известная своей безумной сложностью. Несмотря на успех первой части, масса игроков отметила, что она была слишком сложной. Это было самой главной жалобой. Но вместо того, чтобы принять это к сведению, разработчики решили всех потроллить. И в Принни 2 появился режим ребенка, который игра описывала как он для всех нубов в подгузниках. Да, он сделал игру проходимой, но спуску игрокам не давал. В нем вы умирали только после третьего удара. Но все лечебные предметы заменялись на подгузники. А в тех местах, где было легко загреметь в пропасть, ротрабочики добавили большие детские кубики. А червяк Джим решил наказать тех, кто плохо играл в игру, жутко странным способом. Если вы играли на легкой сложности, вам нужно было быть готовым к фигуральной пощечине. Ведь вы много часов побеждали врагов и проходили уровни для того, чтобы увидеть концовку. Но когда по экрану начинали ползти титры, вы осознавали, что это как бы совсем и не титры. Вы ожидали, что увидите концовку. Но вместо этого вам 5 минут рассказывали факты о червях. Я серьезно. Их набралось на целые 5 минут. А все те, кто играл на более высокой сложности, их не видели. Дальше троллинг будет только более жестким, потому что Ninja Gaiden это серия, известная своей сложностью. До выхода Dark Souls королевой сложных игр была именно она. Легкой сложности в серии не было, пока не появилась Ninja Gaiden Black. Для этого ребута разработчиков попросили создать и отрегулировать сложность так, чтобы она подходила для новых игроков. И вместо того, чтобы сделать игру проще в целом, был создан отдельный режим Ninja Dog. Да, он помогал вам убивать врагов с помощью дополнительных инструментов. Но за это вас унижали. И самой унизительной частью данного режима был вот этот фиолетовый бантик. Ваш персонаж должен быть серьезным и суровым. И видеть его с бантиком на руке все же было немного неприятно. Один из персонажей даже прямо смеялся над вами из-за того, что вы не умели играть. Дюю-сама, зейвун-то кайка бутыта митай. А вот более заслуженное наказание можно отыскать в Фейбл. Вместо того, чтобы потешаться над вашим выбором уровня сложности, игра подготовила для самых ленивых игроков интересный розыгрыш. В какой-то момент вам выдавали длинное задание клад, полное тайн, загадок и подсказок. Все приводило к настоящему сокровищу, сковороде. Которое было жутко мощным оружием с возможностью улучшения модификаторами. Вот только если вы были ленивым и просто загуглили, где лежало сокровище, награда вас ждала соответствующая. Если вы подбирали сковороду, не разгадав все загадки, то она становилась совершенно бесполезной, ибо она наносила ноль урона, да и улучшить ее было нельзя. Вообще бывают разные ситуации. Потому что вот эта инди-игра 2007 года, это один большой средний палец, направленный в сторону любого игрока. Она зовется I Wanna Be The Guy, и ее нереально сложно пройти. Несмотря на обилие троллинга, люди все равно пытаются ее закончить, и некоторые решили пройти ее на легкой сложности. Вот только это мгновенно их убивало. А вот на средней сложности вас не убивали, но унижали. Контрольных точек становилось больше, но вместо слова сохранение на них было написано слабак. Также вашему персонажу выдавали розовый бантик, прямо как в Ninja Gaiden. Что логично, ведь существовала Gaiden-версия данной игры, в которой было еще больше уморительных способов умереть. Но хуже всего то, что выбрав легкую сложность в этой версии, вы попадали прямо на сайт Барби. Но не каждая игра вас оскорбляет. Порой ваше наказание в 10 раз хуже. В буле есть немало способов проиграть. Но вот чтобы попасться в старости, нужно постараться. Вам нужно играть очень плохо, чтобы они вас поймали. Когда вас поймают, вы будете наказаны, и вас заставят заниматься рутинной работой. Например, косить газоны. Это и так довольно скучно. Но если вас будут ловить снова и снова, газоны будут становиться только больше. Я бы лучше послушал насмешки, чем вот этим заниматься. В Twisted Metal 2 вас тоже со временем ждал серьезный подвох. Незнакомым серией людям разработчики предлагали отдельный дружелюбный режим. Как предусмотрительно. Там вы учились играть, а потом вас встречал первый босс по имени Миньон. Но тут была одна проблемка. Вместо того, чтобы продолжить играть после победы над ним, вы видели знак Стоп и надпись Неудачников мы дальше не пускаем. А вот в такой игре, как Streets of Rage 3, плохим игрокам вообще не дают закончить сюжет. Если вы выберете легкую сложность, вы сможете пройти большую часть игры как положено. В Streets of Rage будет заметно легче играть. Но в конце вас будет ждать особое сообщение. Враг посмеется над вами из-за того, что вы играете в игру как новичок неумеха. А доступ к двум финальным уровням будет закрыт. Вам придется перепройти буквально всю кампанию, чтобы узнать, чем все закончится. А вот одни из самых известных насмешек принадлежат серии Batman Arkham. В каждой из этих игр вы одновременно сражаетесь с массой суперзлодеев. И после каждой смерти вам придется сидеть и смотреть, как ваши враги смеются над вами, склонившись над вашим телом. Причем личность врага будет зависеть от того, где вы умерли. В этом списке есть одна игра, которая всегда заходит слишком далеко. Postal 2. Оказывается, в ней на легкой сложности даже сохраниться нельзя без того, чтобы над вами не посмеялись. Эту игру смогла бы пройти даже моя бабка, если бы она сохранялась столько же, сколько и ты. Но это меркнет в сравнении с тем, как Postal традиционно троллила людей. Это довольно спорная и жестокая игра. А потому юрист Джо Либерман использовал ее в качестве примера, когда говорил о запрете полных насилия видеоигр. В ответ на это разработчики добавили в игру особенный режим, названный в честь Либермана. Это самый легкий режим, потому что в нем всем врагам вместо пистолетов выдают шокеры. А на следующем месте не совсем подходящая игра, которую я просто обязан был упомянуть. The Bard's Tale не насмехается над вами из-за того, насколько плохо вы играете. Она оскорбляет вас совершенно беспричинно. Большинство игроков, которые приобрели физическую копию игры, могли обнаружить на диске секретное сообщение. С другой стороны диска вас ждет отвратительная картинка. Естественно, с другой стороны диска вас ждало лишь ваше отражение. Но еще более унизительная участь вас ждала в игре Demolition Man. Эта игра была основана на фильме. Но вряд ли кто-нибудь ждал, что из ниоткуда появится сам Сильвестр Сталлоне и разделает вас под орех. Но меньше всего вы ждете насмешек от вашего собственного персонажа. В Shards of Darkness вы управляете Стиксом. Но если вы делаете это неумело, он пробьет четвертую стену. Когда вы умираете, есть шанс, что перед вами появится Стикс и выскажет вам все, что он о вас думает. Во всех частях Call of Duty вам нужно стрелять в других солдат, если не считать сами знаете какого задания. Так что разработчики Modern Warfare 2019 года посчитали, что вы свой урок уже усвоили. Если вы там выстрелите в одного из союзников, вы не увидите классический экран окончания игры. Игра просто спросит, ты это серьезно? Потому что пора бы уже знать, что так делать нельзя. А вот один из самых раздражающих и знаменитых персонажей в истории видеоигр известен тем, что он издевается над вами прямо во время схватки. В Undertale самая сложная схватка это бой с Сансом. Сложность у нее просто несправедливая. Естественно разработчик игры Тоби Фокс знал, что людям она запомнится. А потому решил подразнить их еще сильнее. Каждый раз, когда вы будете умирать, Санс перед новым боем будет вспоминать сколько раз вы проиграли. И насмехаться над тем, как плохо вы играете. После того, как вы умрете 10 раз, он предложит отметить это дело с друзьями. Но потом вспомнит, что у вашего персонажа нет никаких друзей. В итоге он даже собьется со счета и попросит вас самостоятельно почитать, сколько раз вы умирали. Это одна из причин, по которым данная схватка с боссом является одной из самых известных за последние десятилетия. Хэй, ребята, встречались ли вам игры, которые не прочь потрунить над своим же игроком? Если вдруг да, то описывайте и пишите свои истории в комментариях под видео. Я обязательно все прочту. Конечно же, не забывайте про палец вверх, подписку на канал, телеграм и все в этом духе. Огромное спасибо за просмотр видео до самого конца. С вами все это время был Никитун, и до скорых встреч в новых видео.